МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Азербайджан. Конец июля. Жара. Мы в гостях у руководителя клуба подводных охотников города Баку Адылия Джалилова. До Баку более 100 километров. Скоро мы отправимся на дальние острова на подводную охоту. Ожидаемые трофеи нашего сегодняшнего похода – это кефаль и, если повезет, кутум. Сейчас мы поговорим о снаряжении подводного охотника на Каспии. И Адыль расскажет, с чем он выходит на охоту, какое снаряжение он берет в летнее время, когда температура воды практически 28-29 градусов, и поделится с нами снаряжением полностью, начиная от ружей, главный предмет подводного охотника, которым он берет рыбу, ну и кончая трубкой, маской. Мы используем тонкие гидрокостюмы 2,5-3 миллиметра. Обязательно камуфлированные расцветки, чтобы хорошо прятаться в скалах, в траве, чтобы не было заметно. Желательно раздельные, короткие штаны, чтобы и груди было легче дышать, и в то же время, чтобы на груди не было лишней прокладки утепляющей. Перчатки, носочки тоже толщина 1,5 миллиметра. И масок я использую несколько вариантов. Каждая из них имеет определенные цели и направления. Эта маска с антибликовыми стеклами. Ее мы используем в дневное время суток. Высокостоящее солнце мешает обычно охотиться. Маска бликует, рыба видит блики, пугается, отходит. Вот эта маска с такими зеркальными антибликовыми стеклами помогает при дневной охоте и при высоком солнце. Ближе к вечеру или при ночной охоте мы используем маски с простыми стеклами. Третья маска с очень маленьким подмасочным объемом. Для того, чтобы меньше приходилось тратить воздуха на поддув маски, когда она сильно прижимается к лицу. То есть эту маску я использую, когда у нас охота начинается от 10-12 метров. Чем отличается трубка подводного охотника от дайверской трубки? Да дайверская трубка имеет обычно здесь гармошечку, такие клапаны. Подводные охотники трубками с клапанами практически не пользуются. Почему? Потому что при нырке совершая нырок, подводный охотник вытаскивает трубку изо рта, следовательно расслабляет мышцы рта, что привлечет за собой меньше расход энергии. Обязательным атрибутом подводного охотника является нож для подводной охоты. Этот нож я ношу на поясе. Мне удобно, я могу его снять и этой рукой. Спокойно могу снять нож и этой рукой. То есть я совершаю действие спокойно обеими руками. Еще одним из атрибутов подводного охотника, важным атрибутом являются ласты. Это карбоновые ласты. Жесткость этих ласт подобрана под мой вес, под глубины, на которых я работаю. Калоша очень удобная, правая и левая нога. По всей длине лопасти стоят оббортовки. Угол слома у этих ласт порядка 40 градусов. Очень комфортные, очень удобные ласты. Подходят прекрасно, что для глубинной охоты, что для охоты не на больших глубинах. Теперь мы расскажем вам немного о подводных часах, которые используют подводные охотники. Эти часы показывают температуру воды, глубину погружения, время нахождения под водой, время отдыха до следующего погружения. Занимаясь подводной охотой ночью, я использую подводный фонарь. 2200 люмен, имеет очень яркий, очень мощный свет, пробивает любую взвесь. Имеет три положения, минимальный, максимальный, средний и сигнал SOS. Для подводной охоты на Каспий я использую несколько ружей разной длины. Это пневматическое ружье 70 см, роллер, арбалет 75 см, просто арбалет 95 см и более мощный арбалет на две тяги с 8-мм горбуном 99 см. Роллерное ружье 75 см длиной, тяга здесь кольцевая. На гарпуне здесь находятся три шаркфина, вот раз, два, три шаркфина. А на барреле есть еще три, раз, два и вот третий у нас здесь. Для чего это нужно? За счет вот этих трех шаркфинов мы имеем возможность делать регулировку боя. То есть, если нам нужен более резкий, более дальний бой, или же это очень большая рыба, на которой нужна большая пробивная мощность, мы затягиваем резину по самому максимуму. Если же нам нужен более слабый бой, и охота происходит на скалах, по рыбе, которая прячется в скалах, мы можем сделать более слабую установку тяг, уменьшить резкость боя и дальность полета гарпуна. Вот, ну, рукоятка здесь эргономическая, очень удобно лежит в руке. Сам гарпун лежит в ложбине, по всей длине гарпуна. Эта ложбина также является направляющей. В случаях, когда нужно иметь ружье небольшой длины, но при этом достаточно мощное, конечно, преимущество роллера неоспоримы. Это следующее ружье. Это арбалет 95-сантиметровой длины, карбоновый, очень легкий. Здесь тоже по всей барреле находится направляющая. Гарпун лежит в такой ложице. Тяга 18-я, одна, достаточно для того, чтобы ружье било где-то на 5-6 метров. Гарпун 74 миллиметра. Тоже таитянский гарпун с флажком. Открытая головка. Тоже эргономическая ручка, очень хорошо лежит в руке. Очень удобно стрелять. Вот. Это графитовое ружье. Две тяги 16-е дают очень хороший, сильный разгон. Очень инертный бой. Ружье имеет положительную плавучесть вместе с гарпуном. Ручка здесь за счет дополнительных приспособлений настраивается под вашу ладошку. То есть вы имеете возможность ручку расстроить под себя. Ружье вот такой интересной формы. Гарпун 8 миллиметров. Тоже имеет три шаркфина. Тяги у нас с дайнемо-зацепами. Ну и катушка с линьем 50 метров. Это ружье создано для стрельбы по чистой воде на дальние расстояния и на крупную рыбу. Пневматическое ружье 75 сантиметров длиной. Это ружье я использую по очень мутной воде или при ночной охоте. На этом ружье баррель, если выбрать, видно, она немножко приплющена. Центр тяжести смещенный. За счет этого разворот ружья право-лево. Он очень удобный. Ручка у этого ружья арбалетная. То есть она с нижней части выведена назад. За счет этого улучшенная линия прицеливания. На ружье также установлена катушка, на которой 50 метров линия. На всех ружьях у меня установлены амортизаторы. Амортизаторы нужны для того, чтобы гасить рывки. То есть вот при охоте на кефаль, который начинает носиться туда-сюда и совершать очень сильные рывки, амортизатор их гасит и не дает возможность рыбе порваться. На амортизаторе установлен карабин с вертлюжком. Это нужно для того, чтобы фал не перекручивался, дайнемо-фал, линь не перекручивался. А также для того, что когда происходит попадание в рыбу, и рыба проходит гарпун, остается на лине, чтобы было очень удобно снять, вы просто с карабина снимаете линь, отстегиваете карабин, снимаете линь и протягиваете рыбу по линью и ставите ее себе на кукан. Адель со своим другом Сергеем проводят тест ружей. Сергею надо самому попробовать, как стреляет роллерное ружье. Поэтому все сам. Сам зарядил, сам выстрелил. Первым делом ставим тягу вот эту сюда, снизу, это первое ее крепление. Идет верхняя зарядка. Потом разворачиваешь ружье, берешь вот за эти веревочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова